Если хотите закупиться недорогими вещами в Бангкоке, дождитесь выходных и отправляйтесь на рынок Чатучек. Это огромный рынок в северной части города. По выходным дням здесь бывает до 300 тысяч горожан и туристов. Люди собираются на Чатучаки не только закупиться вещами, но и просто потусоваться. Конечно же здесь не так красиво как в крупных шоппинг центрах типа Сиам Парагон или Терминал 21, не так компактно как на Каосан Роад, зато все просто и недорого. На фото, рынок Чатучак в Бангкоке на Чатучаке можно купить почти все, недорогую одежду, пляжные кроксы, сумки, забавные сувениры, игрушки, вещи для дома, керамику и корзины, вещи для кухни, цветы, антикварные штуки, мебель, украшения и даже животных. Очень сложно пройти весь рынок и ничего не купить. На фото, Бангкок, рынок выходного дня Чатучак на самом рынке или около него в парке Чатучак с утра и до темноты всегда бывает что-то интересное. Впрочем, как и везде в Таиланде. Какие-то забавные рекламные акции или фестивали или просто выступления уличных артистов. В любое время можно отвлечься от шопинга и вкусно поесть. Внутри рынка масса кафешек и уличных лотков с разнообразной тайской едой. На фото, Бангкок, схема рынка Чатучак-Чатучак настолько велик и запутан, что вам полезно будет запастись его схемой. Как правило их раздают бесплатно на входах. Для ориентира можно запомнить башню с часами и это центральный ряд Чатучика. Кроме того на рынке есть несколько информационных точек. Доехать до рынка Чатучика проще всего на скайтрейне до станции Мочит или же на метро до Чатучак парка. Как приедете, следуйте за толпой и она сама приведет вас к входу. Сейчас читают, фестиваль цветов в Таиланде, Чангмы удачного шоппинга в Бангкоке. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.